Девушки отдыхают Я же холостяк, поэтому я всем рад, и девушкам, и рад приветствовать мужскую половину Иркутской области Здорово, что ты распространил наш эфир на Иркутской области, это приятно Паша, вот ты холостяк, сам об этом сказал, и мы тебя пригласили по этому поводу Скажи, это какое-то решение, чисто твое решение? Ты решил, что до 27 лет я зрею, как цветочек, а потом этот цветочек срывается какой-нибудь красивой девушкой? Или это просто как-то ситуация складывается? Это ситуативно, я, наверное, даже скажу, что это как-то периодами, да, то есть, естественно, у меня были отношения И, естественно, я пробовал, ну, более серьезные отношения, там, гражданский брак, например, да Но в официальном браке ты не состоял? Нет, ни разу не состоял, и вопрос просто в том, что, ну, вот, видимо, как-то не складывается То есть, были разные мнения, там, где-то до 23, наверное, ну, еще не нашел ту самую Потом все сменялось тем, что, видимо, я трудоголик и много работаю Потом это все сменялось тем, что, ну, вот сейчас план такой, а вот сейчас такой, надо его достичь Сейчас мне очень нравится версия «Мне некогда» Ну, вот примерно так, и это правда Сезон, ну, то есть, я просто занимаюсь мероприятиями, свадьбами, в частности, ну, очень насыщенный, правда А не связано ли твое холостяцкое, так сказать, времяпрепровождение и жизнь холостяка с тем, что ты видишь, как люди ежедневно практически соединяют себя узами брака И брака, и для тебя это превратилось в какую-то банальность и рутину Нет, я честно скажу, что я очень искренне верю в любовь, например, это точно Потому что я действительно еженедельно женю людей, я вижу, как люди устраивают себе большой праздник, потому что они, правда, искренне друг друга любят И я верю вот в это волшебство, которое случается между двумя молодыми людьми, либо не очень молодыми, неважно Но, видимо, не знаю, это как сапожник без сапог, да, то есть я ежедневно, летом ежедневно, да, в другие времена года еженедельно Бываю на свадьбах, но как-то вот у самого не особо получается, не знаю Но это не связано с тем, что я такой вот прям принципиальный, нет и все Нет, я на самом деле, я хочу, то есть я как нормальный человек хочу создать семью, иметь детей и быть счастливым в старости А я открыт для диалога, да? Да, я открыт для диалога Предлагайте, предлагайте Сразу возникает вопрос, может быть, ты слишком придираешься, нет у тебя такого, что ты выбираешь свою благоверную, да, ту самую женщину, с которой ты встретишься Свою жизнь и старость как-то очень педантично На самом деле, есть правда, причем и в начале твоего вопроса, и в конце Я действительно педант, и даже перфекционизм это отражается в разных частях моей жизни Там, как дома, да, что мне важно, что кружка стоит вот именно здесь и нигде иначе А если придет какая-то девушка и эту кружку переставит, то она... Точку, даже не важно, девушка, в целом гости, когда, ну, приходят, да, и вот взяли и поставили ее вот сюда, и я потом иду и переставляю обратно Ну, есть такой, не знаю, минус, наверное, или плюс, непонятно Но в начале вопроса ты просто спросил о том, что есть ли какие-то нюансы, которыми я придираюсь Мы только вот недавно с товарищем об этом разговаривали, и, честно говоря, ну, конечно, есть И это не связано с тем, что я такой, это связано, наверное, с тем, что мне не 20 Потому что, ну, чем старше становишься, тем становишься опытнее, в каких-то моментах чуть циничнее И действительно, если, ну, где-то в 19 лет достаточно было того, что, о, ты... Она девушка? Да, она девушка, она красивая, да, и она испытывает тебе симпатию И ты такой, ну, все, классно То есть сейчас есть, да, пунктики, о, ты смотришь, а вот так, а как она себя ведет, а чем она занимается, какие у нее увлечения А разделяет ли они на твои взгляды на что-либо, там, на жизнь или на какой-то там спорт Или на то, как мы будем вечером проводить время, там, поужинаем мы пелеменями или замутим какую-то карбонар Или она сама, как ты возразился, замутит карбонар Это лучший вариант из всего предложенного, я хочу заметить Смотри, но, как говорится, часики дотикают, и твой жизненный опыт, он все больше растет и растет Не боишься ли ты того, что в определенный момент времени ты не сможешь... Привлекать женщин? Я бы не назвал это так грубо, но... Нет, не сможешь найти именно ту, которая будет подходить по всем куму Может, нужно находить какие-то компромиссы? Ну, такого острого страха нет, конечно, что я вот просыпаюсь в поту и такой думаю Еще один день, еще один день, а время-то идет Ну, нет, я, конечно, задумываюсь, действительно, он 30 лет на дворе мне И это как бы тот возраст, когда вот прям все родные, нет-нет, да, и спрашивают, а когда? Ну, не знаю, есть просто два лагеря вообще людей, которые говорят Да, слушай, ну 30, это же самый рассвет для мужчины, да еще 5 лет смело А есть другие, которые говорят, Паш, ты что? Ну, ты с ума сошел? Тут же вот как бы уже пора давно Поэтому нет, не знаю, это стереотипное мышление по мне, ну, я еще пока в расслабленном состоянии Я просто жду, жду этого чуда, мне не хотелось бы выходить... Ой, выходить, говорю Женю, да, людей каждый день Не хотелось бы жениться, потому что надо просто Хотелось бы, да, действительно, какого-то волшебства, ну, искренне Все-таки романтизм, он еще не утерян в эти 30 лет, не утерян Это здорово, тогда хочется тебя также расслабленно спросить Мы сегодня обсуждаем плюсы и минусы, пытаемся найти Вот сможешь ли ты какой-то список составить плюсов И, может быть, какие-то минусы, которые ты в свои 30 лет заметил в холостяской жизни И есть ли они вообще, кстати, может быть, тебя все устраивает? Ну, слушай, ну, по большей части, наверное, все устраивает Нет такого, что я прям страдаю, да, по каким-то моментам Такой сижу вечером и думаю, как приготовить этот ужин, да, за что взяться? Ну, в конце концов, есть доставка Ну, да, в конце концов, есть доставка, и я зарабатываю, слава богу Нет, на самом деле, я, видимо, просто такой человек, которому нормально одному Ну, то есть, в целом, я не испытываю какой-то потребности в компании Если, ну, это прям не обязательный момент, да То есть, я вот помню еще по студенчеству были у меня знакомые Которые относились к разряду людей Слушай, мне надо джинсы купить, пойдем со мной сходишь То есть, это принципиально человек, который не может ничего делать один Ему нужна компания во всем Я такого склада, что мне комфортнее даже порой одному что-то сделать Сходить за покупками, иногда прогуляться даже, ну, так подумать Мне нормально дома, я не страдаю и не звоню всем друзьям Поговорите со мной, займите мое время, дайте мне общество Я нормально, ну, как бы, существую, живу и радуюсь в том числе Ну, я, честно говоря, я еще турист И более того, скажу, я иногда в горы ухожу один И мне, ну, прям это помогает, как теперь загрузиться, да Ну, естественно, я понимаю, что в одного все равно Не можешь ты получать такие радости из жизни, которые ты видишь иногда в кино Когда там парочка идет по пляжу, да И у них там есть дети, или они просто строят планы на жизнь, да И в целом они влюблены Это, ну, такие, то есть, радости, которые в любом случае только можно получить в семье Но о них рассуждать, ну, как бы, я не могу, потому что я, ну, наверное, еще с этим не столкнулся Ну, было бы хуже, если ты попробовал, но все-таки вернулся в Хастан Наверное, да Смотри, ну, хорошо, одиночество, комфортное, уютное одиночество Мы его запишем в плюсы, еще пару плюсов, от которых ты считаешь, что это прям топ И вот это то, ради чего стоит быть холостяком Ну, я бы не хотел пропагандировать это Поздно, поздно, Павел Поздно, поздно, да Ну, ладно, да, ну, хорошо, отвечаю на конкретный вопрос с конкретными доводами Плюс, это не надо ни с кем советоваться То есть я принимаю решение самостоятельно и единолично, да Вот принял и уверенно к нему иду Плюс еще... Сразу, извините, я перебью У тебя есть дома игровая приставка? Это моя мечта, но мне некогда ее купить Это как девушка Некогда из приставки некогда купить Хорошо, тогда продолжай А так я бы завел С удовольствием Вот, и еще плюс, это, наверное, то, что Я иногда могу себе позволить легкий бардак Я, честно говоря, так как я уже сказал, что перфекционист педан Я его ненавижу Меня прям это раздражает Но иногда действительно ты так устаешь Либо, ну, вот просто, как бы, выжжет как лимон морально, да И думаешь Ну, до завтра Ну, иногда это затягивается, честно скажу, дня на 3, на 4 Ну, потом... На месяц Нет, нет, этого я, правда, не выдержу Я очень не люблю грязь Но на несколько дней это может затянуться И действительно я понимаю Что я могу это позволить себе Потому что даже когда-то, живя с родителями Я понимал, что даже полдня И это втык от мамы И это однозначно Я понимаю, что если я буду жить с женщиной Она будет давать втык за бардак 100% да А тут я могу себе позволить такую вольность Немножечко расслабиться Когда надо Хорошо, затронули мы тему Ну, плюсы приняты, все здорово А романтичных фильмов не было у тебя, допустим, когда ты вышел с какого-нибудь фильма Или вдруг случайно посмотрели в компанию какую-нибудь романтику И ты решил, все, вот я сейчас выйду в поле чистое И буду искать себе ту самую жизнь Да, слушай, это случается с завидной регулярностью Но это не только после фильма Но иногда вот просто волной какой-то находит Иногда просто едешь в машине, думаешь Че это я один-то, да? Смотришь просто вокруг А вот и не постоянно сидит напротив Напротив в другой машине Ну, вот так вот на светофоре Нет, ну, действительно, это порой волной находит Что очень искренне хочется Действительно, не то, что даже семьи Просто отношений каких-то Ну, это, наверное, общечеловеческое Это так природой задумано Что мужчина не может быть без женщины, да? Ну, в классике сейчас же Толерантность Толерантность, да Вот, поэтому периодически очень искренне хочется Но опять вернусь Когда вот прямо процесс рабочий идет И его много Но об этом забываешь Как это обычно и бывает Хорошо, еще такой вопрос Ты шоумен, ведущий И существует какая-то такая Стереотипная мысль, быть может, да? Что вот ведущим выгодно быть холостым Как ты вот считаешь этот вопрос? Ну, есть, наверное, какая-то Помогает это в бизнесе Именно холостяцкая жизнь? И не является ли одно причиной другой? Не знаю, ну, Наталику, наверное, ты прав В том плане, что это определенный образ создает Какой-то шарм вокруг тебя Что ты вот там холостой И ты вот такой а-ля рубаха-парень Который, которому все можно Который такой легкий на подъем Но существует масса других примеров Большинство моих коллег Это женатые мужчины И это им нисколько не мешает Вести свадьбы И быть такими же успешными шоуменами И такими же классными Своими парнями на мероприятии, скажем так Поэтому, ну, нет, тут, наверное, нет такого прямо Хорошо, ну и последний вопрос Вопрос про окружение Как часто к тебе подходят, не знаю, женщины более старшего возраста Дабы познакомить тебя со своими дочерьми Или чтобы ты присмотрелся кому-то из родственников? Слушайте, ну, это интересный вопрос Действительно, такое бывает Не скажу, что часто, но Ну, люди замечают, что нет кольца на мероприятиях, да И действительно, существуют там Часто какие-то компании, семьи, где есть свободные девушки Ну, так, подружки, невесты Или просто родственницы И иногда, подчеркиваю, иногда Подходят и говорят Паша, вот ты что, не женат, что ли? Ну, кольца-то нет Я говорю, ну да, не женат Слушай, а как тебе вот Катя, моя племянница? Ну, вот такой, да, вопрос И я всегда на это реагирую очень С позитивом, но суховато Потому что я все-таки считаю, что это работа Я действительно не прихожу Как какой-то там студент Или, например, как человек, который работает в офисе Ну, это просто как хобби, да И пришел такой чисто повеселиться Дать людям настроение Я отношусь к этому серьезно Это моя профессия И поэтому, ну, есть определенные рамки Дозволенного И вот так вот выходить и говорить Девчонки! Я свободен! Я свободен! После мероприятия встречаемся в этом углу Нет, конечно, такого нет Потому что углы разные И вот самый последний вопрос Такой более философский Не думаешь ли ты, что холостяцкая жизнь Да, вот сейчас абстрагирует себя от себя А в принципе, потому что холостяков много И, кстати, девушек-одиночек Тоже, которые зациклены на карьере Что это веяние какой-то моды, может быть? И что через какое-то время это загаснет И все начнут в 20 лет срочно выходить за Слушайте, ну да, мне кажется Это даже не веяние Это просто вот так сейчас сложился уклад жизненный Потому что, ну если даже читать классику, да И литературу 19 века И мы четко понимаем, что там в 16 лет Было уже поздно Ну да, это была девочка на выдании, да И никто не считал зазорным подойти, познакомиться И сделать предложение И это считалось, ну, в порядке вещей То сейчас, да, действительно Когда мир стал толерантным Когда действительно каждый человек Независимо от пола Хочет там какой-то карьеры, да Ну не каждый, но в смысле в большинстве И как-то реализовать себя Или как сейчас это модно Я блогер и путешественник, да И это тоже имеет право на жизнь Соответственно, люди, ну, отодвигают Вот женитьбу, семью на чуть попозже Поэтому это, да, наверное, время просто такое А другим это объяснить нельзя И кто-то все-таки идет вот по старому пути, да Влюбляется в 19 и говорит А чего тянуть-то? Давай жениться и классно А кто-то, ну, либо тянет Потому что есть даже не холостяки Но пары, вот в моей практике я знаю такие пары Которые, ну, встречаются условно 8 У меня самый рекорд был 12 лет пара встречалась То есть они просто... Ну, просто им было не так Просто жили, просто жили, да Просто копили на ведущего Возможно, копили, непонятно, да То есть они просто жили вместе там Завели собача, сделали ремонт Съездили пару раз в Таиланд И только спустя 12 лет решили, что, ну, пора, да Поэтому это время такое Посмотрим, что будет дальше Спасибо большое за такое интересное интервью В гостях был Павел Крот, ведущий, шоумен Ну и, как оказалось, холостяк Спасибо еще раз за то, что пришел Мы же продолжаем нашу программу Смотрим рубрику «Сегодня вечерком»